Вчера мы говорили о здоровых взаимоотношениях с квалифицированным учителем, духовным учителем. Говорили об этих отношениях в целом, а также рассматривали виды пользы, которые подобные здоровые отношения с учителем могут нам принести. И тот вред, который мы можем себе нанести, если вступим в такие отношения, затем отвернемся от учителя и с чрезвычайно неблагим настроем ума покинем его, в некоторых случаях, и буддизм. Затем мы начали говорить о том, как по-настоящему относиться к такому учителю. Когда мы очень тщательно проверили учителя, проверили самих себя, достаточно ли мы подготовлены к тому, чтобы вступать в отношения с таким учителем. И того, как в этих отношениях относиться к учителю с точки зрения настроя и с точки зрения нашего поведения по отношению к учителю. И мы увидели, что есть много различных уровней учителей и различных уровней учеников. И общие принципы, определяющие то, как мы относимся к учителю, в равной степени применимы ко всем уровням учителей. Но на более продвинутых этапах особый упор делается на отдельных аспектах, например, когда мы говорим о развлечении учителя как Будды. Можно более подробно объяснить этот момент. В целом, в тантре мы стремимся всех распознавать как Будд, а все окружающие видеть как чистую землю. И в этом случае человек, который научил нас читать и писать, или человек, от которого мы получали базовую, информацию по буддизму будет достойным объектом для того, чтобы распознавать в нем Будду, в такой же степени, как, например, и собака. Потому что, как я объяснял вчера, мы сосредотачиваемся на позитивных качествах природы Будды каждого существа. Но, как я подчеркнул, разумеется, это не означает, что они уже являются Буддами. То же касается и нас самих. Мы не являемся Буддой, когда представляем себя в образе Будды и эту основу обозначаем как «я». Но на более ранних этапах, когда мы еще не практикуем тантру, Объясняются разные уровни отношения к учителю, как в Будде. С точки зрения Хинайяны, так называемой точки зрения Хинайяны, учителя являются представителями Будды. Будды не находятся рядом с нами, поэтому не могут учить нас, например, читать или писать, или каким-то основам Буддизма. Поэтому учителя представляют их в этом контексте. И, конечно, в том числе, в таком أنствах моейexaminerей, нам захот steps принять уверен vuel intended for good quality, whatever those good qualities might be, that they have good knowledge of Buddhism orегод toward Huhia can read, and they know how to teach us how to read, or whatever. И в этом контексте, в контексте нашего отношения к учителям, мы стараемся сосредоточиться на их позитивных качествах, какими бы эти позитивные качества ни были. Например, учитель может хорошо разбираться в буддизме или уметь читать, уметь учить, читать и так далее. То есть здесь применяется тот же самый принцип. А второй аспект, который мы вчера не затрагивали, это благодарность за доброту учителей. Иногда этот термин переводится как уважение, но если вы посмотрите на обозначение этого термина в текстах, то как он в книг используется, то в целом он используется именно для обозначения. И если мы ценим доброту учителей, которые они к нам проявляют, разумеется, это подразумевает, что мы и уважаем их за эту доброту. Так что мы, разумеется, можем поддерживать эту благодарность по отношению к разным учреждениям. В том числе школьным учителям, которые учат нас читать и писать, профессорам буддизма, которые передают нам какую-то информацию и так далее. И при этом не важно, какая у них мотивация, что побуждает их на передачу знаний. Это может быть просто их работа или они делают это для зарабатывания денег, но все это не важно. Что же касается нашего поведения по отношению к ним, если описать кратко, потому что более подробно мы к этому и вернемся позже. Мы также пытаемся поддерживать их работу, помогать им. Будем уважительно, почтительно по отношению к ним себя вести. То есть не будем школьниками, которые кидаются какими-то предметами, не обращают внимания и так далее. И будем практиковать в соответствии с тем, чему они учат. То есть, грубо говоря, выполнять домашнее задание. Это are the general principles that would apply with any teacher. Мы должны не думать, что это просто, оооо, татра, да. Это general guidelines for how incredible это пьесар. Это мы должны быть с ученым. Для этого использования, как в примерах, что-то есть, и чем-то. Так что это общие принципы, которые применимы ко всем учителям. Не следует думать, что они относятся только к тантре. Это общее, чем следует руководствоваться. И при этом мы понимаем всю значимость учителей, потому что когда мы родились, мы, как это описывается в текстах, были подобны беспомощному червяку. И все, чему нас научили, все, что позволяет нам выживать, все это мы узнали от других людей. Какой была бы наша жизнь, если бы мы росли в полном удалении от других людей, и никто нас не научил бы даже говорить? Мы не могли бы даже говорить. Так что это некоторые практические принципы. И на уровне Хинаяны, как я сказал, мы воспринимаем учителей как представителей Будд, которые совершают деяния Будд, то есть учат нас и направляют. И и на уровне Хинаяны, как правильные люди, когда мы получили, она всегда употребляет. Это предоставлено к Буддам, которые проводили поимограммы, которые предоставлены такая образовательства. В общем, все, что после того, как они учатся. Что же до представлений Махаяны речь часто идет о различных эманациях или проявлениях Будд, поэтому мы можем видеть в учителях такие эманации, проявления Будд, а не просто их представителей. С точки зрения же Тантры, как я говорил вчера, все рассматривается в контексте видения всех существ как просветленных, видения всего окружающего как чистых земель и так далее. И делается это на основе понимания благих качеств природы Будды, которые в будущем позволят существам достичь просветления. И поэтому мы должны правильно понимать тексты, которые читаем на эту тему, особенно когда в них говорится, что речь не о том, что учителя подобны Буддам, этот метод чистого видения мы применяем, чтобы помочь самим себе, но в то же время учителя являются Буддами. Нужно понять, что под этим подразумевается, что значит являются Буддами. Это не означает, что они буквально, прямо сейчас являются полностью реализованными Буддами, реально существующими с собственной стороны. Применяя любые методы достоверного познания, мы убедимся в том, что учителя не способны проходить сквозь стены, не способны говорить на всех языках во Вселенной и не могут испустить миллион форм. Но это близко к тому примеру, о котором я вчера говорил. Для людей это действительно вода, для голодных духов действительно гной, а для богов действительно нектар. Это все три субстанции. Сакья это называют нераздельностью сансары и нирваны. Все эти виды постижения достоверны. И поэтому, как я вчера объяснил, с нашей стороны правильно обозначить учителя как Будду, но его Буддовость еще не проявилась. А затем мы можем добавить, что по отношению к нам они действуют как Будды и так далее. Но это не просто какой-то метод, какая-то хитрость, которую мы применяем, чтобы извлечь максимум пользы из отношений с учителем. И именно поэтому в текстах говорится, что учитель является Буддой. То есть мы не должны говорить, ну на самом деле не является. Для нас это достоверно. И вот и по сравнению с тем, что мы признаем, что учителя это в кухни, если выйдешь, это в результате, которое мы принадим. И это, из-за того, что для тебя используется следователь. И когда из этого следует, что когда мы удостоверимся в том, что учителя, и это можно проверить методами достоверного познания, заботятся только о нашем благе, действуют только руководствуясь только ради нашей пользы, мы должны понять, что из этого можно извлечь. В классический пример этого, приведённого в джатаках, историях о прошлых рождениях Будды, учитель отправил в джатаках, собрал своих учеников и приказал им пойти что-нибудь украсть, и все ученики, кроме будущего Будды, разошлись, чтобы что-то украсть, а Будда остался с учителем. И учитель его спросил, ты что, не хочешь меня порадовать? На что Будда ответил, разве воровство может кого-то порадовать? И учитель сказал, ага, ты единственный, кто понял урок. И другой пример, тот, который вчера рассказывал о Сирконгиримпаче, который на протяжении целого занятия неправильно объяснял пустоту, а в начале следующей сессии спросил, ну вы что, совсем не соображаете, не используете свой разум? Правильно поступающий учитель, ученик в этой ситуации не стал бы думать, что учитель просто дурачок, и не знает, как правильно объяснить, он спросил бы себя, почему учитель неправильно объясняет этот момент? I remember a very good example of complaining about the text of Nagarjuna, saying that they're written in such a vague style, with so many this and that, and it's not clear what it's referring to, and stuff like that. I mentioned that to Sirkong Rinpoche. I remember, once I asked Sirkong Rinpoche about how complicated the texts of Nagarjuna are written in a very plain language. They often use the names of this and that, and it's not clear to what they are referring to. And, as I mentioned, he almost always scolded me. And so he said, you know, don't be so arrogant. Do you think that Nagarjuna was incapable of writing a clear text? He wrote it this way on purpose. As I said yesterday, Sirkong Rinpoche, most of the time, he was insulted me. And so he said, don't be so arrogant. Do you think that Nagarjuna could not write a clear text? He wrote it this way on purpose. You're completely arrogant. You're full of arrogant. He said that it's written that way, so that the students have to fill in from their own side the clarity of the meaning, so it's a teaching device. For another time, I remember Rinpoche was explaining mathematics, Tibetan astrology style of mathematics to me. And the way that Tibetans do arithmetic is very different from the way that we do arithmetic, addition, subtraction, multiplication, etc. And my remark to Rinpoche was that, this is really strange. And so again, he yelled at me, you know, you're so arrogant. This was one of my biggest disturbing emotions, as I mentioned, was arrogance. And he said, you're so arrogant. It's different. It's not strange. It's just different. And he yelled at me and said, you're so arrogant. As I mentioned yesterday, one of my most disturbing emotions was the same. Rinpoche explained, it's not strange. It's just different. Rinpoche. So, if you look at the classic examples of the relation with the teacher and the student, often you find that, you know, the way that Marpa treated Milarepa and so on, you know, they're either hitting them or always yelling at them and scolding them. And so, I was very fortunate that I had that type of relation with certain Rinpoche. But you have to be very, very strong and mature in order to be able to withstand that type of relationship. And that is, in a sense, the contract of the relation with the spiritual teacher, with the full understanding that they're not going to abuse you. And they don't abuse. It's just different. And if you look at the classic examples of the relationship between the teacher and the teacher, for example, Milarepa and Marpa, the teacher, as a rule, either bullying the teacher, or constantly yelling at him and criticizing him. And I think that it's very nice to me, that I had such a relationship with Sir Kong Rinpoche. But, as I already said, for example, that he has to maintain these relationships, he has to be very strong, very wise, and a person. And this is one of the points of our agreement with the teacher. We completely agree with him, and understand that he will not use our trust. And he really does not use it. except for Kala Chakra, he would never agree to teach me anything, unless I was translating it for somebody else. He wouldn't teach it to me privately. I had to be studying it in order to benefit some others, not just to benefit myself. So, this was incredible. But, I think, in general, for Westerners, this is not a method, because most Westerners suffer from low self-esteem. My problem was arrogance, not low self-esteem. And, if we look at Indians, Tibetans, Chinese, their issues are not low self-esteem. It seems to be quite a western phenomenon. So, most Westerners need a little bit of reinforcement. They're doing okay. But, as I said, my teachers in both Cirque Rinpoche and Geshean Gawang Dargi used this image of, you know, it shouldn't be like the dog, waiting for the pat on the head, that, oh, well done, and then you wag your tail. But, as I already said, both my teachers, Sir Konkrimpache and Geshean Gawang Dargi, used a comparison with a dog. They said that we don't need to be like a dog, who is waiting for her to kiss her in the head, and then she is shaking her head. So, anyway, we were discussing how to relate with our attitude, we were discussing how to relate with our attitude, we were discussing how to relate with our attitude, to a properly qualified teacher, and we saw that the first aspect of that is firm conviction and the good qualities of the teacher. There are three types of conviction. There are three types of conviction. I think this is the meaning of the word. Because faith usually implies blind faith. Because faith usually implies blind faith. Rather, the term means to believe that a fact is true. However, this term means that we believe that a fact is true. So, we are talking about a fact, not believing that in Santa Claus, or believing in Father Christmas, or believing that the stock market is going to go up, or like that. It has to be a fact, and a true fact. Right? We believe that it is true. We believe that it is true. We believe that it is true. So, we're talking about the qualities of the teacher. These need to be true. Remember? Accurate. And then decisive. We know about the qualities of the teacher, and then decisive. We have talked about the qualities of the teacher. And then decisive. Then there are three types of this. There are three types of this. It's belief in fact. Первый вид мы называем убежденной верой, которая основана на каких-то свидетельствах, у которого есть основа либо логика, либо наше наблюдение. Второй вид — это ясная вера, то есть вера, которая проясняет наш ум, устраняет заблуждение. Не могу придумать перевод получше. Я верю в то, что учитель наделен благими качествами, и это проясняет мой ум, устраняет из него сомнения, зависть, высокомерие. Гнев по отношению к учителю, а у вас никогда на меня времени нет. Или цепляние за учителя. Цепляние за учителя, когда вы хотите, чтобы он принадлежал только вам. Такое ощущение собственничества. Если вы ясно понимаете благие качества учителя, то такое отношение, такое цепляние было бы абсурдным. Учитель должен приносить пользу всем, а не только нам. И третий вид убежденности — это устремленная вера. Я полностью признаю, что вы обладаете всеми этими благими качествами, понимаю всё, что с этим связано, и стремлюсь к тому, чтобы развить подобные качества, обрести их. Мы говорим о хороших качествах учителя. Это мы стремимся обрести. Речь не идёт о его предпочтениях в пище, например. Это как раз совершенно не важно. Здесь есть и более важный момент. Реалованный момент — это, если у нас есть учителя, или обычно это в центре. Как я сказал, это не означает, что все, кто в центре чувствует, что основатель этого центра должен быть учителем, своим духовным наставником, от которого они получают наибольшее вдохновение. Момент заключается в том, что если у нас есть духовный учитель, или если мы ходим в Дхарма-центр, а как я уже говорил, совершенно не обязательно все, кто посещает конкретный центр Дхармы, должны считать его основателя этого центра своим главным учителем, своим духовным наставником, от которого они получают наибольшее вдохновение. Таким образом, чтобы учителем им хорошие качества, не означает, что мы должны практиковать каждую практику, которую учителем. Просто потому, что учителем им это или это ИДАН, или это или это практика, которую они сделали, не означает, что это подразумевает нам. Устремление к благим качествам учителя не подразумевает, что мы обязательно должны выполнять те же практики, которые он в свое время выполнял, то есть заниматься теми же медитациями, или практиковать того же ИДАМа. То, что учитель все это практиковал, совершенно не означает, что те же практики подойдут нам. Они могут нам подойти, а могут и не подойти. У всех совершенно разная карма, рождение безначальной, и поэтому мы в своих жизнях учились у множества учителей, и оставили отпечатки склонности к великому множеству различных учений, а не только к тому, чему обучает конкретный учитель. Разумеется, общие практики, которые выполнял этот учитель, будут для нас полезны, но нам совершенно не обязательно копировать все детали. Я приведу пример. Цирком Кримпаче был не только невероятным мастером тантры, и, как и его святейшество, мастером всех четырех классов тантры, он был также наставником, партнером его святейшества по дебатам, то есть был лучшим мастером дебатов в своем монастыре. Но я сам происходил из невероятной гарвардской среды, я был до абсурда интеллектуален, склонен к логике и рациональной. И я знал, и мои учителя знали, что если я буду изучать дебаты, то стану тем, что я называю дебатным монстром. Дебатный монстр – это человек, который никогда не знает, когда остановиться, не знает, когда уместно вести дебаты, а когда нет. И как только такой человек видит что-то нелогичное, он бросается на другого и начинает ему что-то доказывать. So, although Serkan Krimpache was a debate master, he never encouraged me to study debate, he never taught me debate, and I always avoided that. Even though I can read the debate text, that's not the issue. It would not be helpful for my personality. That was not what I needed. Это бы чтение этих текстов не помогло бы моей личности, я нуждался не в этом. I needed to be without any mercy constantly being pointed out when I'm acting like an idiot. Мне нужно было, чтобы мне постоянно указывали, когда я веду себя как идиот. Okay. So, these are the different types of verb conviction. Таковы разные виды твердой убежденности. Then we also have the second aspect of the attitude, which is appreciation, or you could call it the kindness of the teacher. Далее идёт второй аспект, второй аспект отношения к учителю, и это благодарность за доброту. There are many descriptions of how kind the teacher is, you know, kind, you know, the Buddha isn't coming, you know, around and teaching us. Teachers teaching us how kind they are. Есть много описаний. Есть много описаний доброты учителя, в которых говорится, что Будд рядом с нами нет, они нас не учат, учит нас всему учитель, и в этом смысле учитель добрее Будду. One of the wonderful qualities of a really qualified teacher is that they take everybody seriously. So, if we sincerely are interested to learn something, even if we might be on a very low level, they take us seriously and teach us at our level. For example, once a very stoned hippie came to see Serkong Rinpoche and said, you know, please teach me the six yogas of Naropa. Как-то сильно укуренный хиппи пришёл повидаться с Serkong Rinpoche и попросил его научить шести йогам Naropa. И Rinpoche не отругал его за то, что тот накурился, не выгнал его. Отнёсся к нему очень серьёзно, в результате чего, разумеется, человек сам к себе начал относиться очень серьёзно. И он сказал, что очень хорошо, и если вы хотите это делать, то это как вы начнёте. И он рассказал ему, что он должен делать, вначале, чтобы потом научить шести йогами Naropa. И это пример того, что это означает, чтобы взять кого-то серьезно. И Rinpoche сказал очень хорошо, вот с этого вам необходимо начать, для того, чтобы в конечном итоге прийти к изучению шести йог Naropa. И объяснил, с чего нужно начинать. Но совершенно было бы не актом, не было бы добрым со стороны Rinpoche сразу научить неподготовленного человека шести йогам Naropa. Качан Еши Гелцэн, который был великим тибетским мастером, он обрабатывал на этом смысле опрещения, добростью учителя. Качан Еши Гелцэн, великий тибетский мастер, более подробно описывал эту благодарность за доброту учителя. И он пишет, что мы ценим учителя, ценим его доброту и относимся к этой доброте с уважением. То есть, именно он привносит этот оттенок смысла, связанный с уважением. Я об этом упоминаю, потому что термин, который использует Качан Еши Гелцэн, ценить ведет к разговору о том, уместна ли любовь к учителю и что эта любовь к учителю может подразумевать. Качан Еши Гелцэн Качан Еши Гелцэн Мы уже упоминали проясняющую веру, то есть веру, которая освобождает нас от омрачений. И когда мы говорим о том, что мы ценим учителя, любим учителя, разумеется, не подразумевается, что мы относимся к нему со страстным желанием, с похотью, желаем заполучить его в качестве сексуального партнера или только для себя. Буддизм определяет любовь как желание, чтобы другое существо обрело счастье. И желать, чтобы учитель был счастлив, разумеется, возможно. Описываются разные действия, которые мы совершаем по отношению к учителю, когда, например, делаем ему подношения или стараемся разными способами его порадовать. И вот это желание, действия, которые радуют учителя, вписываются ли они в эту картину любви к нему, желание, чтобы он был счастлив? Вопросы в том, что он был счастлив, что он был счастлив. Итак, это все будет отличным, потому что, как говорят, что он хочет учителить его, потому что, как говорится, что он хочет учителить его. Поэтому мы не хотим учителить их, чтобы мы получим их наступление в очень маленький вид, как я всегда использую. Вот примеры, мои ученицы патят нашу голову. И «Good boy, good girl», и «We wag our tail». Это очень тонкая тема, потому что, с одной стороны, мы желаем порадовать учителя, но с другой, Будды уже относятся ко всему равносно. И мы не стремимся порадовать Будд для того, чтобы заслужить их одобрение, как незрелый ребенок. А как в том примере, который приводят мои учителя, мы не стремимся быть собакой, которую хлопают по голове, а она виляет хвостом. Мы видим, что у них есть вкусный, что они комфортны, что мы их не наблюдаем, чтобы они могли отдать к ним, что-то, 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 что-то. И это значит, что учебное. Это мой взгляд, да? Не «А, я хочу тебя сломать», «Кисай». Мы любим учителя в том смысле, что хотим, чтобы у него была достойная пища, хотим, чтобы ему было удобно, не беспоком его, когда ему необходимо отдохнуть и так далее. То есть заботимся о благополучии учителя. Здесь речь не идет о любви, в том смысле, что мы все время хотим его обнимать. Но Качен Еши Гилцен использует здесь термин, который я и многие другие переводят как «Ценить». Где этот термин еще употребляется? Если мы посмотрим в учения о бодхичитте, и в семичастной последовательности для взращивания бодхичитты, то есть путь начинается с путь 0, который я испытывал среди 7, в условиях эконимизации, в котором мы не имеем агентство, амортизм или разумности к любому. Это как-то высокоит все. Этот семичастный процесс начинается с нулевого этапа, этапа, который не причисляется среде семи. И этот нулевой этап – это равносность, когда мы не испытываем ни привязанности, ни отторжения, ни безразличия к другим существам. Начинаем относиться к ним равно. Затем осознаем качество всех существ, понимаем, что все они в какой-то момент были нашими матерями. Вспоминаем о доброте, материнской любви. О доброте, которую по отношению к нам проявляли. Как вы помните, мы также благодарны и за доброту Гуру. Все от нас учили, все были нашими Гуру. Далее следует пункт, который обычно называется «отплатить за доброту». И с этим термином нужно быть очень осторожным. Не нужно думать, что ко мне проявили такую огромную доброту, а я в ответ сделал так мало, и поэтому я чувствую себя виноватым. У меня есть долг, который нужно выплачивать. Мы стремимся совсем не к такому отношению. Но мы хотим как-то уравновесить ситуацию. И из этого вытекает. То есть, что следует из этого, я говорю, что автоматически мы имеем этот сердечный любовь. Естественное возникновение сердечной любви. Сердечный термин непростой для перевода. Буквально подразумевается, что эта любовь очень легко и естественно приходит в наш ум. И вот здесь употребляется термин. Мы ценим другого человека. Любим его, мы рады его видеть, а если с этим человеком произойдет что-то плохое, то мы будем очень расстроены. И это естественным образом, без каких-либо усилий, вытекает из предыдущего пункта, который мы обычно называем «отплатить за доброту». Правда, этот перевод смысла особого не содержит. Если я чувствую себя, если я чувствую себя в границе, что я должен сделать что-то, чтобы зарабатывать эту добрость, почему бы я удастся в видении всех, и обожаю их, и чувствую себя ужасно, если что-то случилось. Таким образом, это не может быть полная коннотация, правильная коннотация этого предыдущего пункта. Потому что, если я испытываю чувство вины, если я считаю, что у меня есть долг, то почему я должен испытывать радость и счастье лицезрее людей, которым я должен. Так что здесь оттенки смысла не полностью раскрыты. Поэтому мы чуть глубже анализируем. Каково состояние ума, лежащее в основе желания уравновесить доброту, которую по отношению к нам проявляли другие, платить за нее? Чувство благодарности. Мы благодарны за эту доброту, мы ценим ее. Я так благодарен. Я так благодарен за твою доброту, за все, что ты для меня сделал, что желаю тебе счастья, люблю тебя, забочусь о тебе в свете того, что ты совершал по отношению ко мне. Тот же самый термин используется в контексте уравнивания отношений, отношения к себе и другим и замены себя на других. Вместо того, чтобы заботиться только о самих себе, мы ценим, заботимся о других. Поэтому, когда мы говорим о любви к учителю, о значении любви к учителю, мы встречаемся именно с этим термином, термином «ценить», который потребляется в текстах. Он не привносит с собой никаких беспокоящих эмоций. Но когда мы рядом с учителем или просто думаем о учителе, то наполняемся радостью, чувствуем радость. Посмотрите на практику Ваджа-йогини. В ней гуру переходит к вам на макушку, растворяется в вас, что, в общем-то, происходит в подавляющем большинстве практик. И вы испытываете, что здесь выделяется особо невероятную радость и блаженство. Невероятную радость от слияния с учителем. Слияние здесь подразумевается не сексуальное, а речь идет о слиянии благих качеств тела, речи и ума учителя с нашими телом, речью и умом. В этом вся суть гуру-йоги. И затем это невероятное чувство радости и блаженства расширяется, чтобы охватить всю Вселенную, а затем сжимается, а затем вы понимаете пустотность этой радости, и ум начинает переходить на все более тонкие уровни. И я подразумеваю, что именно об этом чувстве мы говорим, именно его мы должны переживать, когда видим учителя или думаем об учителя, не говоря уже о том, когда выполняем эти практики гуру-йоги. И из этого вытекает, что мы хотим заботиться... Мы хотим заботиться об учителе, и будем очень расстроены, если с ним произойдет что-то плохое, будет ужасно, если у него не будет возможностей, средств для того, чтобы помогать другим. Это не так-то просто, да? Не так-то просто ощущать эту радость, если это просто часть нашей ежедневной практики, например, часть какой-то с адханой. Как же развить эту радость, если у нас по-настоящему есть такие отношения с духовным учителем? Мы развиваем эту радость благодаря тому, что ценим доброту другого, точно так же, как в практике взращивания бодхичитты. Размышляя о всей доброте, которую проявил учитель, мы зарождаем невероятную благодарность. Это, в свою очередь, ведет к чрезвычайно радостному состоянию ума. И из всего этого вытекает стандартная практика в отношениях с духовным учителем, которая называется обращение с просьбой. Обращение с молитвой. Эту практику мы встретим во всех практических текстах тибетской традиции. На тибетском это буквально звучит как «solvadeb» – «обращаюсь с мольбой». О чём же мы просим? Разумеется, просим мы не о Mercedes-Benz или о чём-то ещё подобном. В переводах мы часто видим слова «благослови меня, осуществить то или иное», но совершенно непонятно, что это означает, потому что, в общем-то, эти термины взяты из другой религиозной традиции. Но, как я говорил в начале семинара, термин, который переводят как «благословение», означает «вдохновение», «возвышение», «поднятие нашего ума», «предание ему энергии». И мы просим о вдохновении, вдохнови меня на то, чтобы быть более сострадательным, более понимающим по отношению к моим родителям или детям и так далее, к любым вещам, которые нам нужно применять, осуществлять в повседневной жизни. И, пожалуйста, не думайте, что вдохновение подобно футбольному мячу, который учитель вас бросит, и вы внезапно испытаете вдохновение. У меня на сайте есть длинная статья о том, что вообще все эти термины означают, особенно, что означают «вдохновение» и «устная передача», потому что «устная передача» — это тоже не бросание мяча мученика. Но, опять же, мы думаем о первой части этой аттитуте — «вертая вероятность в хорошие качества ученика». Так что, вспомните, вспомните себя о хороших качествах, о том, как пациентный учитель. И, конечно, учитель должен иметь эти качества. Как пациентны они, о том, как понимают они от других. Возвращаясь к первому пункту, к убежденности в благих качествах учителя, мы размышляем обо всех этих качествах, которыми учитель, разумеется, должен обладать, о том, насколько он терпелив, насколько он сострадателен и так далее, и устремляемся к тому, чтобы стать такими же. Я замечаю, и многие замечают, что, когда учитель покидает этот мир, то эти чувства становятся ещё сильнее. Серкон Кринпоче скончался в 1983. Когда ваш учитель жив, пока он находится не рядом с вами, вы часто чувствуете эту удалённость. Но, когда учитель умирает, он становится к нам гораздо ближе. Он внутри нас, рядом с нами. И рядом с нами те ценности, которые отстаивал учитель. И когда вы встречаетесь, сталкиваетесь с трудной ситуацией, когда я сталкиваюсь с трудной ситуацией, я себя спрашиваю, как бы в этой ситуации поступил Серкон Кринпоче, как бы он с ней справился? Как бы его святейшество Далай-Лама поступил в этой ситуации? И так мы развиваем вдохновение к тому, чтобы стать похожими. Это очень полезно. Но, разумеется, для этого нам необходимо знать, как учитель справляется с различными ситуациями. Нам не часто выпадает возможность с этим познакомиться, но если такая возможность выпала, то это нечто невероятное, нечто очень полезное. В очень многих текстах говорится, насколько важно обращаться с просьбой, с молитвой. И поэтому, в многих текстах говорится о значимости вознесения молитвы, поэтому нам важно понимать о чем, о чем мы просим и зачем. о вдохновении на пути, которые до нас прошли другие. И говорится, что преданность учителю – это корень пути. То есть мы вдохновляемся, думая о том, что учитель уже осуществил. ОК, мы уже имеем несколько минут. Прежде всего, у нас есть один или два вопроса. Перед обеденным перерывом у нас еще есть несколько минут. Возможно, у вас есть один-два вопроса. Вопросы, скажите, пожалуйста, а вот по поводу устной передачи можно немножко остановиться подробнее? Потому что сказать, что это не просто так, как бросил мяч, а вот это вот… По устной передаче, скажите подробнее немножко. И вот, если, допустим, получил устную передачу от кого-то, и, ну, наверное, это восходит там линия предприемственности буддишекимуни, то надо ли получать устную передачу и желательно, наверное, вот на ту же самую, ту же самую мантре, ну, а другого человека, допустим, это какой-то смысл несет или там… Не могли бы вы поподробнее рассказать об устной передаче в целом? И более конкретный вопрос. Если все… поскольку линия передачи восходит буддишекимуни, и если мы получили устную передачу на какую-то практику от одного учителя, нужно ли стремиться к тому, чтобы получить ее также и от других учителей? И, finally, can you dwell a little bit on the topic of oral transmission in general? И more specific question is if we received an oral transm – since all the oral transmissions go back to буддишекимуни, And if we received an oral transmission for a particular practice from one teacher, should we aspire to receive oral transmissions for that same practice from other teachers as well? Oral transmission arose, the custom of oral transmission arose within the context of ancient India, when nothing was written down from the teachings originally. And so the only way to learn the teachings would be to listen to them recited, and that implies memorization, that somebody has memorized them, and then you hear it over and over again, so that you can memorize it. Единственным способом изучить учения было слушание того, как их читают, а это подразумевает, что кто-то заучивал учения наизусть, повторял их снова и снова, а вы в этом процессе их также запоминали. Среди тибетцев даже сейчас часто принято заучивать тексты наизусть в процессе их изучения. Кроме того, тибетцы запоминают пуджи, ритуалы и так далее. В общем-то, всё. Есть три вида распознавающего осознавания. Первый возникает на основе слушания, второй на основе размышления, и третий на основе медитации. И это подразумевает, что когда мы говорим о первом степени, и это подразумевает, что когда мы говорим о первой степени, В первом аспекте о слушании у нас есть твёрдая убеждённость в том, что это действительно правильные слова, приведённые достоверно. И когда мы убеждены в том, что нет никаких искажений, мы уже можем начать над ними размышлять. И для этого нам нужно получить устную передачу от человека, который знает этот текст, его запомнил, чтобы убедиться в том, что в тексте нет никаких искажений, и в конечном итоге, чтобы запомнить этот текст самим. И на основе этого мы начинаем его изучать. Именно в таком контексте возникла традиция устной передачи. Я когда-то думал, что подразумевается, что человек, который передаёт устную передачу, обладает пониманием текста. И ученик, который получает передачу, вдохновляется тем, что перед ним живой пример понимания этого текста, и также устремляется его понять. Но позже я выяснил, что это не так. Отец старого Сирконга Римпоче, Сирконг Дорджи Чанг, бывший одним из величайших йогинов начала прошлого столетия. Мы его упоминаем в линии преемственности Кала-чакры. Сирконг Дорджи Чанг. Сирконг Дорджи Чанг. И хотя у... Один из самых сложных текстов Цангкапы, лекции Нинпо, который в переводе называется Называется «Благое прояснение интерпретируемых и определенных смыслов». У этого текста существовала линия устной передачи, восходящая к самому ламе Цанкапе. Это один из самых трудных для понимания текста. Однако Сирконг Дорджи Чанг получил прямое видение ламы Цанкапы и получил от самого ламы Цанкапы особую вторую линию передачи этого текста. И Сирконг Римпача получил эту устную передачу от своего отца. И хотя текст этот толщиной в 250 страниц, с Сирконг Римпача каждый день по памяти читал его наизусть в рамках своей ежедневной практики, в дополнение ко всем тантрическим практикам, которые он выполнял. И Сирконг Римпача так никогда и не передал эту устную передачу его святейшеству Далай-ламе, потому что он сказал, что он ждал, пока он был очень-очень-очень специальный инсайт, чтобы объяснить его святейшество. И он никогда не передал. И Сирконг Римпача так никогда и не передал эту устную передачу его святейшеству Далай-ламе, потому что ждал особого, пока не возникнет особое постижение, которое позволит ему особым образом разъяснить этот текст его святейшества. И Сирконг Римпача скончался, был найден его молодой тулку, которому сейчас 27 лет, и к этому молодому тулку я так же близок, как в свое время был, к старому Сирконгу Римпача. И несколько лет назад мы озадачились вопросом получения этой передачи и стали искать, кому из учителей обратиться, чтобы они передали молодому Сирконгу Римпаче эту линию. И оказалось, что я практически был единственный, который остался, и выяснилось, что я единственный человек, у которого есть устная передача этого текста, полученная от Сирконга Римпача. Сирконг Римпача в свое время передал ее маленькой группе из трех человек, и одним из этих людей был я. И что еще более невероятно, он дал устную передачу, читая текст по памяти, а не опираясь на написанный текст. То есть это была классическая, устная передача в классическом смысле. И хотя у меня была устная передача, и сам текст я никогда не изучал. И я спросил Его Святейшество Далай-Ламу, должен ли я передавать эту устную передачу, что же делать? И он сказал, что это не важно, если вы изучили этот текст или понимали что-то в любом смысле. Вы должны дать эту передачу молодому Сирконгу Римпача. Его Святейшество сказал, неважно, изучал ли ты когда-либо этот текст, и обладаешь ли ты его пониманием. Ты должен дать эту передачу молодому Сирконгу Римпача. Я практиковался в устном чтении этого текста, читал его, разумеется, не по памяти, но, по крайней мере, дошел до достаточной скорости чтения, чтобы слушать меня было не слишком мучительно. Приехал к Римпаче в Индию, специально туда поехал и передал ему эту устную передачу. И что было очень приятно, что несколько месяцев назад, в Бодхгайе, Римпача, за первым разом, передал эту трансмиссию, а теперь он передал ее к Тибетанам, и что по-настоящему замечательно, это то, что несколько месяцев назад Римпача впервые сам дал эту устную передачу группе тибетцев, в числе которых были Лама Сока Римпача и Дагри Римпача, так что совершенно замечательно, что эта линия продолжается. И можно спросить, передал ли вы вместе с этим текстом какие-то особые благословения, не могу ничего подобного утверждать. Было ли там вдохновение? Ну, вдохновение, если было, то ни с моей стороны, ни в силу каких-то моих постижений, потому что сам я никогда этот текст не изучал. Но, как я понимаю, какое-то вдохновение внушает сам тот факт, что есть непрерывность передачи. Это, безусловно, полезно. Говорится, что получение устной передачи всегда выступает в качестве одного из обстоятельств, которые позволяют лучше понять текст. И поэтому всегда полезно получать устную передачу несколько раз. Ну, это мой личный опыт с устной передачи. Так что простите, я всегда слишком долго отвечаю на вопросы, никогда не получается ответить одним предложением. Но, возможно, эта история позволит нам избежать отношения к устным передачам, как к какой-то магии, обыденного представления о том, что устная передача – это мяч, в который нас бросают. Давайте завершим посвящение. Пусть все постижение, которое мы развили, становится глубже и глубже и выступит в качестве причины для достижения просветления ради блага всех существ. Спасибо. 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 . . Спасибо.